К провинциальному городу Раненбург на востоке Германии сегодня было приковано невиданное для него внимание международной прессы. В местном суде состоялся прецедентный процесс. Впервые в истории обвиняемого пытались приговорить к реальному сроку за татуировку. 27-летний Марсель Цех по профессии уборщик, по роду деятельности окружной депутат, а по взглядам истинный ариец. Взгляды эти он в красках запечатлел на скрытых частях своего тела. От объяснений для судей-журналистов, что означают татуировки с гитлеровскими орлами и концлагерями, подсудимый наотрез отказался. Впрочем, сами эти рисунки красноречивее слов. Константин Гальденсвайк выслушал неожиданный приговор. В группе суровых молодых людей, высших зданию суда, будто из подворотни, нелегко распознать, кто из них простой избиратель, а кто депутат, пускай и районный. У подсудимого, 27-летнего депутата Марселя Цеха, на душе идеалы неонацизма, а на теле сплошь татуировки. Вот сокровенные фантазии. Колючая проволока, ворота Освенцима и лозунг Бухенвальда «Каждому свое». Где-то там, в нижней части спины, они бы так и оставались его личным делом, если бы в ноябре расписной депутат не обнажил свои взгляды в городском бассейне. К ужасу отдыхающих. Не нужно вердиктов от уголовных судов, чтобы понять, что в общественном месте подобное изображение демонстрировать попросту неприемлемо. Но вот есть ли в этом состав преступления? Прокуратура немецкого Араньенбурга эти художества на спине подсудимого оценила как разжигание межнациональной розни и как плевок в лицо всем жертвам нацизма. Его адвокат Вольфрам Нарад, регулярно защищающий немецких право радикалов, обвинения отвергает, призывая вглядеться в живописный шедевр. Башня Освенцима, мол, не той формы. Да и печально известная фраза «Каждому свое». Это якобы вовсе не о фашизме. Нет, в этом нет ничего уголовно наказуемого. Принцип «каждому свое» известен, начиная с античных времен. В философии, в политике и в юриспруденции. Пожалуй, главная роль на этом суде у того, кто журналистам здесь не скажет ни слова. Берлинец Александр Маргир, вот он, в тот самый день случайно оказался в том самом бассейне. Вначале тщетно требовал от руководства заведения вывести нацистов вон, затем сам вывел его на чистую воду и на всю страну, просто выложив скандальный снимок в Фейсбуке. В итоге срочное рассмотрение уголовного дела, десятки репортеров, внимание из-за рубежа и, наконец, вердикт, озадачивший многих 6 месяцев условный срок. Свою вину цех сможет и дальше искупать, к примеру, в бассейне. Назначать ли условный срок зависит от того, какой прогноз о дальнейшем поведении обвиняемого дает суд. В данном случае прогноз благоприятный, решено, что условный срок допустим. Что такое освенцам, перемаловшей жизни миллионы человек? Что такое вообще нацистские лагеря, немецкий региональный политик Марсель Цех трактует по-своему. В прошлом году именно здесь, в бывшем концлагере Заксенхаузен, рядом с его домом Цех вместе с ультоправыми единомышленниками из Национал-демократической партии установил самовольно-мемориальные кресты. В память нет не о бузниках, а о немецких патриотах, якобы уничтоженных иностранцами. До сих пор подобные выходки оставались безнаказанными и для него самого, и для партии из числа почитателей этого прошлого. Реального влияния на умы избирателей маргинальная партия не оказывает. Но в иных земельных парламентах то и дело получает несколько мест, а значит и госфинансирование. Прецедентный процесс в Араньенбурге с новой силой разжег в Германии старый спор. Не пора ли запретить НДПГ? Боюсь, что те взгляды, которые господин Цех демонстрирует посредством этой отвратительной российской татуировки, и есть убеждения, разделяемые большинством национал-демократов. Это одна из причин, по которым правительство ФРГ уже несколько лет пытается запустить процедуру запрета партии. Процедура эта по немецким законам сложна. Провальные попытки уже были. Сторонников запрета НДПГ хватает, но и противников множество. Для них судьба неонацистской партии сродни участи ее члена Марселя Цеха. Наказание можно отбыть, татуировку свести, но вот избавить от нацистской идеологии в суде до сих пор никого не удавалось. Константин Гальденсвайк, Кирилл Бутырин специально для RTVI из Германии. Между тем, уже в марте 2016 года в Германии начнутся слушания по делу о запрете право радикальной партии НДПГ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...